В нынешнем году планируется завершить строительство автодорог в микрорайоне Нурак-Тобе. Кроме того, будут начаты работы по трем объектам общей протяженностью 3,6 километра. Это мостовой переход через реку Сазды в районе Керуэн-Сити, путепровод по улице Арынова в районе Сельмаш и автодороги в микрорайоне Батыс-2. В этом году мы планируем масштабную работу по реконструкции проспекта Сан-Кибай-Батыра. От кольца 12 микрорайона до проспекта Молдогуловой с расширением проезжей части. Также намечена работа по реконструкции автодороги с соединением улиц Тургенева и Газизы Жубановой. Проектом предусмотрено строительство тоннеля под путепроводом в 5 микрорайоне и внесение изменений в организацию движения автотранспортных средств в данном районе. В общей сложности планируется реконструкция 5,7 километров автодорог. По капитальному ремонту планируется завершить два объекта, начатых в прошлом году общей протяженностью 3 километра. Это капремонт улицы Монкеби, улицы Маметовой от проспекта 312-й стрелковой дивизии до проспекта Билкаирхана. Здесь будет организовано шестиполосное движение, а также обустроены велодорожка, тротуар и уличное освещение. Еще 8 километров автодорог будет капитально отремонтированы в этом году. Это улицы Карасай-Батыра, Байганина, Колумбетова, Утемисова и Нариманова. Средний ремонт протяженностью 2 километра будет завершен на улицах Эмбинская и Октюбинская. Также 2 километра дорог будут отремонтированы на улице Моресева от Пацаева до Мира и на улице Тургенева от проспекта Молдогуловой до улицы Колдаякова. Рассказали коммунальщики и о дорожных работах по улице Зинченко, которая стала первым объектом в сегодняшнем пресс-туре. Так, ремонт чуть более 600 метров дороги обойдется в 48 миллионов тенге. На сегодняшний день, согласно договорных обязательств между данным подрядной организации, срок гарантии данной автомобильной дороги составляет 3 года. Так как дорога была построена в 2016 году, подрядная организация несет ответственность до 2019 года, до октября месяца. На сегодняшний день по данному участку уже претензионное письмо направлено в адрес подрядной организации, где указано восстановление всех дефектов дорожного полота за счет собственных средств. Когда мы сдали, по лабораторной все было нормально, лабораторию показали, просто улица не везде, понимаете, вот в двух местах только ямы появились и все. Вот эти ямы мы будем устранить, ну при благоприятном климатическом условии в этом текущем году. Кроме того, в этом году в Актобе будут построены три надземных пешеходных перехода. По проспекту Абилка Ирхана в районе Актобе-Ажары, по проспекту 312-й стрелковой дивизии в районе автовокзала и по проспекту Молдогуловой в районе ДСК. Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт»